Дорогие друзья, всем привет! С вами Дадушка Розе и это канал с Дадушкой Розе. Начнем с обновлений. Изменен подбор мира острого дьявола. Зикард Эрика, Барц Леона. Ивенты, ивенты, ивенты. За убийство рейдового босса в период ивента можно дополнительно получить сундук заслуг рейда клана. Вкусненько это реликвия. Но святок битвы еще. Дальше у нас ключи. Создаются в обилии клана. Сосновый посох 2 раза в неделю до 31 января. Также взносы клана увеличены с 3 до 5. Писемка, которая будет приходить утром и вечером. Виталка и припасы. Бонус. Добавляется вот такой вот интересный бонус. Ежедневно 10 тысяч виталки. Финальная награда улучшенный героический 11 раз. Кошачья банда. Очень вкусненько. По дням тут видим карты. Кристаллы. Кошачья банда. Вот такой интересный сундучок, в котором будет у нас зелеразвитие. Очень вкусненько. Кристаллы души. Можно получить случайные предметы. Магические фрагменты. Заканчивается вкусный пропуск. Кто нафармил яблочки, мы еще можем создавать вот такие вкусные итемчики. За прохождение пропуском премиум награда виталочка. Очень неплохо. Видим 20-25. Виталка это очень хорошо. Видим тут цвет даже другой. Золотистый. Реликвия энергии. Карты класса высокого качества. Часики острова. Разорезная башня дерзости. Думал в такой сундучок добавят часы подземелья. Последнее оружие. Потому что это подземелья. На данный момент известно, что часы в последнее оружие. Крафтятся кто владеет замком за монетки. Донатные я так предполагаю. За рейтинг вашего клана в конце недели. То бишь, чтобы получить 2 часика хотя бы, ваш клан должен быть 30 и ниже рейтинга. Чтобы вообще хорошо получать, нужно входить в топ 3. Уровень активности клана зависит от того, насколько активно клан участвует в торговле и в битвах. А также выполняя поручения клана. Этот уровень влияет на бонус, опыта персонажа, стоимость восстановления предметов и цены на аукционе. Вот цены на аукционе очень интересны. А выбивал там что-то? Только эти, квесты выбивал. Светочки именно? Да-да-да, зеленые тут, тип таких. Только там еще... Ну, короче, за них дают вот такие награды. Нет, только один выбил. Сейчас посмотрим. Угу. Да, тут, получается, роли дают. Ничего себе. Ну, я не знаю, они, наверное, не попадутся. Там, ну, фиг его знает. Ну, и обиталка, и что-то из этого. Вот сейчас я его выполню. Ясно, спасибо за инфу. Легендарный суви, так, поручение Гранд Каина. Это виталочка, возможно, не знаю. Смена класса. Кто-то говорит, смена класса до 31-го числа. Вот такие вот интересные паки. Вот пак, да? Опа, очки. Вот это очень вкусный пак с орденами. Можно выбрать ордена. То бишь, это полмиллиона орденов. Вот это примерно, даже больше. Дучки, суровные реликвии. Улучшенные легендарные. Карты гатеной класса. Ордена, это очень хорошо. Ну, а тут вообще, что это такое? Также идут такие значки, которые... Временная коллекция. Короче, на полтора месяца. Накопление энергии. Вот это вкусненькое коло. И также зашквал сайхи. Можем создать свиточек. Рецепт. Можно, конечно, сделать стопроцентный шанс. Но надо очень много вот таких камушков. Минимальная цена 18 тысяч алмазов. Ниги наследника. Также 5%. 12 шквала сайхи. Крафт бежим. Вот это колечко очень хорошее. Сопротивление оглушению плюс 5%. Очень круто. Потому что чем дальше влез, тем больше на сопротивление оглушения надо гнать до 100%. Ну, такое проходное обновление. Ни о чем. Вы видите дядюшку Розе. Посмотрим изменения у дядюшки Розе. Ну, ничего не поменялось. Пошилен. При уклонении наносит урон по атакующей цели и по области вокруг нее. Очень слабый скилл. Проходит, когда вас бьют. Но какой-то урон все равно там дает. А, рунки вторые сделал. Пятый браслет блеснул. Еще давно, когда ивент был. По статам Абдул немножко увеличение урона от умений. Это на 4% закрыл коллекции. По колам вещей закрыл где-то за месяц 1%. Но закрыл такие коллекции, так как защиту, снижение урона точности очень много закрыл. Шанс двойного немножко закрыл. Шанс тройного это чисто. Косох и пробуждение. Какая-то кола вроде бы там 1% вещей. Да, вроде бы там. Даже взять эту локацию. Вот у меня не было 270 точности. Было где-то 250 точности. Мобы тупо до меня добегали. Я тут не мог стоять. Если видите какие-то дешевые колы, закрывайте оглушение. То, что пригодится. Почти 79 уровень, что есть хорошо. То по колам, если мы возьмем карту. Очень много попробуждал карт. Позакрывал кол. И появление новой карты, любой красный, это даже синий, дает неплохие колы. Вот эту найти карту. Кикея. 3 защиты и уменьшение времени перезарядки 3%. Это очень хорошо. А на Кикея нельзя поменять. А почему? Представьте себе, на Кикея нельзя поменять. Вот это поворот, конечно. И Анна. Снижение урона 3. Точность, шанс двойного урона. Шанс аномального состояния. Тут уже пробужденное почти. 15 синих карт. Ну это донатный чувак. Вот 79 возьму. То наконец-то заберу дуэлист ИСу. Потому что она закроет очень вкусненько 3 снижения. Одна защита, точность ПВ. Такое. Ни о чем, ни о чем двойные карты. Вот ее надо закрыть. Жду ТЛочку. Когда она, блин, выйдет, без понятия. Говорят, что в первом квартале этого года, то бишь, до лета должна выйти. Да, тут такое, ребята. Тремайтесь, люби, друзья.